Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновска». Я не устаю повторять, что это проект Олимпийского совета Ульяновской области. Я его ведущий Михаил Рассашанский. Сегодня мы с вами поговорим о футболе, о борьбе. Посетим одно из самых ярких событий июня – турнир по смешанным единоборствам. И поговорим о насущных проблемах спорта. И сделаем все это с нашим гостем, министром физической культуры и спорта Ульяновской области Рамилем Егоровым. Здравствуйте, Рамиль Евгеньевич. Да, добрый день. Меньше месяца остается до главного спортивного события лета. Универсиады, которое пройдет у нас в Ульяновской области. Готовитесь, волнуетесь? Волнения как такового уже нет. Есть только немного спортивное волнение. Подготовка идет полным ходом. Ежедневно у нас собираются рабочие группы по разным направлениям, где от безопасности до логистики прорабатываются все нюансы, все вопросы. И самое главное, что они выскакивают буквально каждый день, какие-то нюансы. Но решаем все сразу же, на ходу. Поэтому думаю, что все в таком же темпе и продолжится. И готовимся по полной. А по какому принципу делили виды спорта между регионами? И почему нам достались не только базовые виды, например, такие как шахматы или бадминтон? Это очень хороший вопрос, на который мы будем с вами отвечать во время универсиады. Действительно, нам выделили те виды спорта, которые базовые, которые исторически сложные у нас. Но и направили два вида спорта, какие вы и назвали, для полноценного дальнейшего развития. Действительно, вначале мы думали о том, чтобы поменять на настольный теннис, так как у нас есть и история, есть и база. Но нам сохранили все. А настольный теннис отдали в Башкирию. Но мы благодарны то, что у нас есть. Мы благодарны, что у нас есть церемония открытия универсиады. Поэтому это будет очень насыщенно. И верю, что после универсиады именно эти виды спорта наберутся нового опыта, новых сил. И с этими силами будут реализовывать все. А мне очень жаль, что футбол не вошел в нашу программу. Потому что о футболе в нашем регионе после того, как Волга вышла в ФНЛ, не говорит только ленивый. И давайте поговорим мы. На стадионе «Локомотив» слышна иностранная речь. Ульяновск впервые в своей истории принимает международный турнир по мини-футболу среди тех, кому за 45. Это команда из Актау. Одна из сильнейших у себя на родине в Казахстане. В Ульяновск приехали по первому зову организаторов. И не прогадали, говорят сами казахи. Самое главное – это дружеские отношения, очень положительные эмоции от всего турнира. Очень рады видеть всех ветеранов, увидеть, с кем-то познакомились, кого-то увидели, своих земляков. Кроме казахов, участниками турнира стали гости из Таджикистана и ряда российских городов – Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Лы, Екатеринбурга, Ярославля. И хотя площадка в четыре раза меньше стандартного поля, в каждом поединке страсти кипят в самоделишные. Ты сейчас рывок сделал, я остановился. Пыром, паутом бьет и еще пихает. Был всегда азарт. Я и раньше такой был, по любому поводу заваживаюсь. Поэтому ничего такого. Ирик Фасхиев когда-то защищал цвета ульяновской «Волги». И именно здесь, на турнире, повстречался со своими бывшими партнерами по команде. Среди них Владимир Пронин и Илья Белоусов из Йошки. И, конечно, Ринат Аитов. Нынешний главный тренер «Волжан» – единственный, кто сыграл сразу в двух возрастных группах. Здорово, я скажу, такой турнир проводить. Футбольный клуб помогает. То есть министерство, видите, все подключились. И правительство, Алексей Юрьевич, огромное спасибо, что он поддерживает этот формат и сам участвует. Валерий Евгеньевич по флангам Алексей Юрьевич нападающий. В четвертьфинале сборная правительства региона, за которую вместе с Саитовым выступал и губернатор Алексей Рубских, встретилась с гостями из Актау. Забитых мячей много, красивых моментов хоть отбавляя, но счет, увы, не в пользу ульяновцев. Призеры группы 45+, хозяевам не пробиться. Ну, сильная команда с Казахстана. Ребята играют очень динамично. Видно, что физически подготовлены хорошо. Очевидно, очень часто участвуют в подобных турнирах и наверняка тренируются. Зато в старшей возрастной группе ульянская дружина Симбирск играет куда удачнее. Групповой этап из трех матчей без потерь и уверенная победа в четвертьфинале над земляками из Китежа. В итоге Симбирск с бронзой, а чемпионами стали казахи, причем сразу в двух возрастных группах. Через год им придется снова приехать в Ульяновск, чтобы защищать титул, ведь турнир получил статус традиционного. Рамиль Евгеньевич, вот когда вы только-только сели в кресло министра, вы сказали, что попробуете себя во всех видах спорта. Какие новые виды спорта уже освоили и какие при этом удалось выявить системные проблемы? Понятное дело, что в фигурное катание я не пойду, в гимнастику я тоже не пойду. До этого, и это не секрет, что я в принципе занимаюсь спортом, занимаюсь физкультурой, как бы это регулярно. Сейчас, что для меня было новое, это участие, как в тренировочном процессе, там регби, например. Например, пошел в хоккей и остался в хоккее сейчас. То есть, если я сейчас боюсь, попробую себя еще в новых видах спорта, и они затем от меня, то у меня просто не останется времени. Вот. Системная проблема, она одна, или для многих, это отсутствие полноценных баз. Не хватает тренингских кадров, хороших кадров. И мы тоже над этим работаем. Та же программа «Спорт на селе» тоже дает шанс развивать тот или иной вид спорта. Поэтому я сейчас выберу кадры и выберу базы. Это две основные проблемы для полноценного развития видов спорта. Наш следующий сюжет о виде спорта, который по праву считается базовым и популярным. Именно он подарил нам первого олимпийского чемпиона Виталия Константинова. Наш сюжет о борьбе. На День России в Ульяновск пригласили четырех олимпийских чемпионов по борьбе. Алексея Мишина, Масу Явлоева, Заура Угуева и Заура Седакова, а также серебряного призера Игоря Валерия Коблову. Они приняли участие в празднике «Спортивная борьба. Сильные люди». Это, конечно, важно для детей, чтобы почаще проводили такие мастер-классы, чтобы люди смотрели, равнялись, повторяли и чтобы росли чемпионы. Основное действие праздника развернулось на главной площади города, где положили два борцовских ковра. Гости выступили с показательными выступлениями, раздали десятки автографов, откровенно ответили на вопросы любителей спорта, а Валерия Коблова даже провела полноценный мастер-класс по вольной борьбе. Ее подопечными на спортивной площадке стали воспитанницы местной спортивной школы борьбы. Спорт в любом случае, будешь ты олимпийским чемпионом, не будешь, это всегда закалка духа, это всегда здоровое тело, здоровый дух. Известная японская пословица гласит, того, кто не стремится, не следует направлять. А кого вы хотите направлять и кому хочется помогать? То же самое, под лежачий камень вода не течет. Я хочу помогать, подталкивать, подсказывать именно тем, кто максимально готов развиваться, кто хочет учиться, у кого я чувствую личную энергию. У нас 82 федерации, если брать искренне, то порядка 30 это те люди, которые лежачий камень. И поэтому те проекты, которые мы реализуем с общественным советом, с олимпийским советом, где подводим потихоньку к программе «Светофор», все это покажет и покажет слабые места, сильные места, и те места, которые хотят, но пока не могут. А героев нашего следующего сюжета направлять точно не надо, потому что они сами кипят энергией и активностью. Всего 11 секунд, и соперник уже не сопротивляется. Судья останавливает поединок. Боец ММА из Самарской области Сергей Шишкин покидает клетку только с помощью врачей. Хотел бы поблагодарить своего соперника. Ну, получилось, так получилось. Желаю ему здоровья в дальнейшем победе. Петр Минеев, внослужащий 31-й бригады ВДВ, погиб минувшей весной. В память о нем старший брат, чемпион мира и Европы по кикбоксингу, победитель различных турниров ММА, а с недавних пор киноактер Владимир Минеев организовал этот турнир. Турниров такого уровня в Ульяновске не было. И это будет хорошая традиция для нас, для того, чтобы чтить память наших героев, наших земляков, соотечественных, тех, кто отдал жизнь для того, чтобы у нас было мирное небо вдало. То, что мы сегодня видели, можно сказать, и спорт, и шоу, и бизнес. И я был бы рад, если бы наши ребята, которые занимаются и самбо, и дзюдо, и тэквондо, и борьбой львольной, и греко-римской, и боксом, кикбоксингом, после завершения карьеры уходили в ММА. В зрительном зале практически нет пустых кресел. Среди почетных гостей известные политики, бизнесмены, киноактеры, музыканты и, конечно, звезды спорта. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин из соседнего Саранска на турнире ММА впервые. Перепетии событий в клетке живо обсуждает с другими болельщиками. Да, вот я смотрю, ну, в основном выиграют те, кто борцы. Там замучают, замучают, потом хоп, придушат. Поэтому, ну, поэтому она и смешно называет смешные наборства. И бокс, и каратэ, и все. И в основном, конечно, борцы с большими шеями. Девять финальных пар венчает мемориал Петра Минеева. Одна из самых быстрых побед на счету Богдана Плутахина из Воронежа. Чтобы закончить схватку, ему требуется всего 29 секунд. Впрочем, сам чемпион весовой категории до 77 килограммов говорит, что однажды уложил соперника и за 7 секунд. Настрой был только лишь на победу. У меня был очень сильный большой и простой. Поэтому у меня не было вариантов никаких, только кроме победы. В целом в клетке доминировали бойцы из Ульяновской и Самарской областей. У них по три чемпионства. Два победителя в составе сборной Саратова. Наш прославленный боец Владимир Минеев проявляет себя не только на спортивной арене. Недавно он презентовал фильм «Бультерьер», в котором снялся в главной роли. Я знаю, что вы были на премьере. Понравился фильм? Честно, мне очень понравился фильм. Действительно, я очень много люблю смотреть фильмов. Многие фильмы знаю. И здесь мне понравилось то, что в этом фильме есть душа. Вот правда, есть транслирование детства деда, который сыграл основную роль в дальнейшем развитии спортсмена. Есть трагичные моменты, где дед расстроился в внуке. То, что он хотел сделать чемпиона, но где-то упустил человека. Многие моменты в самом фильме показывают реальную жизнь, нашу юношескую. То есть это правда. Так оно и было. И то, что потом главный герой смог преодолеть все препятствия и выйти снова на пик, преодолев абсолютно все. Это характер русского воина, русского бойца, русского спортсмена. Поэтому я считаю, что фильм удался. И Володя, честно сказать, меня удивил, что он не только профессиональный спортсмен, но и как актер он реально сыграл хорошо. Поэтому я надеюсь, что будет и продолжение этого фильма, и вообще фильмографию самого Володи. Кроме того, Владимир Минеев недавно стал членом общественной палаты Ульяновской области. Как считаете, какая польза ульяновскому спорту от этой площадки? Общественная палата – это хорошая площадка для решения, в первую очередь, проблем. Проблем, которые касаются отрасли спорта. Потому что там люди не те, которые идут мимо, а именно те люди, которые в спорте, которые им живут. И не слышать их, не слушать их или не использовать их помощь – это будет, наверное, ошибкой. Впрочем, не только Владимир Минеев вошел в общественную палату от спортивной отрасли. Вместе с ним такой честью удостоен и каратиста Максим Шевченко. Давайте познакомимся с ним поближе. В сборную России по каратэ Кио Кошенкай ульяновец Максим Шевченко пробился в далеком, теперь двухтысячном. И дважды в ее составе выиграл чемпионат мира в дисциплине Томишеваре. Последний бой провел в 2011-м в Японии на мировом форуме в звании мастера спорта международного класса. Очень сильно скучаю. Первых лет 5-6, наверное, рвался каждый раз. Хотел возобновить. Не возобновил, не получилось, потому что вот уже много лет тренирует в спортивной школе фаворит. Учиться каратэ к сенсее ходят около сотни юных спортсменов, а также некоторые их родители. У меня есть любимая моя работа. Я очень счастлив, потому что я занимаюсь этим делом. И оно мне приносит огромное удовлетворение моральное. И тем не менее, в нынешнем году Шевченко изъявил желание пойти в общественную палату Ульяновской области. Решение, по собственному признанию, взвешенное и обдуманное. Впрочем, и в бытность действующим спортсменом Максим Шевченко никогда не поступал, а бы как, с бухты-барахты. Вижу, что могу принести пользу в качестве общественного деятеля. Ну и в дальнейшем буду рассматривать тоже как первый шаг на какую-то политическую карьеру, деятельность какую-то политическую, заняться чем-нибудь таким. В региональную общественную палату Шевченко идет не с пустыми руками, а с четким пониманием того, чего хочет. Все наметки и идеи, по собственному признанию, выработал во время общения с родителями своих маленьких подопечных. Хочу больше павелизировать не только спорт, а и идеи патриотизма, воспитания, молодежи. Потому что сейчас смотрю, очень много молодых людей и детей отличены от спорта, отличены вообще от жизни, от природы, от культуры нашей российской. То есть очень много детей целыми днями пропадает в компьютерах, в интернете, в телефонах, в разных соцсетях. Получится ли у Шевченко на новом общественном поприще, пока же только время. Очень важно, как можно скорее создать в общественной палате комиссию по спорту, говорит он и заверяет. За родную спортивную отрасль будет биться так же рьяно, как когда-то дрался за Россию на татаме. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, которому мы желаем провести универсиаду на самом-самом высоком уровне. Спасибо большое. И пользу случаем хотел бы всех пригласить на церемонию открытия. Она, повторюсь, состоится 3 июля в 17.00. Центральный стадион «Труд». Будет действительно очень хорошее шоу, будет выступление артистов, будет выступление почетных гостей. Сан Саночка Ариэльна, Олег Васильевич Матыцын. Все получим настоящее удовольствие, зарядимся положительными эмоциями. И две недели соревнований. Лучшие студенты, сильнейшие спортсмены будут на территории нашей области. А с вами был реальный спорт Ульяновск. Встретимся уже после летних каникул. До свидания. До свидания. Всем здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!